Противоаварийные работы позади. Фабрика-кухня готова к преображению. В январе начнут усиление фундаментов. Вокруг развернется строительный городок. Для контроля за ходом работ на объекте установят веб-камеры. С апреля подрядчик перейдет на круглосуточный режим без выходных. Здесь очень много будет черновых работ, здесь много будет грязных так называемых работ, усиление фундаментов, усиление ток фундаментов, усиление стен, крыши и так далее. Но глобально что-то будет меняться уже, соответственно, внешне. Когда все могут увидеть изменения своими глазами, ну где-то там через год-полтора. На совещании подробно рассмотрели возникающие сложности. Например, в связи с корректировкой проекта требуется перенести точку подведения к объекту воды. До нового года администрация Самары совместно с коммунальными организациями обсудит варианты. Отдельная тема благоустройства прилегающей территории. На участке рядом с табликой кухни будет обустроена парковка для экскурсионных автобусов и личных автомобилей. Также в планах создание зеленой зоны для отдыха и выставок. Она разместится в соседнем сквере. Надо понимать, что создание филиала Третьяковской галереи это не просто реставрация внутри самого здания. Работать должна вся площадь вокруг. Сейчас мы будем обращаться к губернатору Самарской области с просьбой выделить средства на благоустройство. И опять же, чтобы к 2021 году нам все завершить, работы по благоустройству черновые надо начинать уже в следующем 2020 году. Для регионального бюджета это не станет дополнительной нагрузкой. Все расходы по реконструкции здания взял на себя федеральный Минкульт, хотя прежде рассматривался вариант софинансирования. Поэтому сэкономленные областью средства могут быть направлены на преображение территории. Во время осмотра площадки также родилось предложение установить здесь гидравлический подъемник, чтобы посетители музейного комплекса смогли с высоты рассмотреть уникальное здание в форме серпа и молота. Георгий Федоров, Сергей Александров, Новости губернии.